Юра, я хотел сказать, давай. Я могу это записывать? Что что? Записывать это? Да, конечно. Я хочу на нашу дискуссию немного повернуть на слово, чем мы будем заниматься. Потому что, я бы не сказал, давайте это делаем. Все равно мы вернулись к выборам, к критике власти, что тут погано, люди не слышат, политики приходят. Это понятно, нам надо четко сейчас понять для себя, реально для чего мы работаем. Это работа. Это у нас не кружок по интересам, куда мы раз в месяц пришли, языком потрепались и разошли. Для того, чтобы что-то изменилось у нас, реально должны измениться люди. Как бы мы каких-то людей сейчас не выбирали, на уровне подъезда у всех совершенно другая идеология. Европейские ценности – это чуть ли не ругательное слово. Где сегодня пожрать, заработать деньги и всех всю ладу разогнать. Я, допустим, вижу это в самом деле многолетнюю такую просветительскую работу. Пока мы не промоем мозги людей, в основном, скорее всего, молодого поколения и чуть-чуть старше, 30-летних. Реально надо показать жизнь, какая нормальная, какая она хорошая в Европе, именно на конкретных примерах. Наверное, все читали мои сообщения или статьи, которые… До меня это недавно дошло, почему у нас за 20 лет ничего не изменилось. Хотя желание было просто бешеное желание реальных перемен. У меня, допустим, было в 89-м году вообще колоссально. Я из-за этого бросил советскую армию и вернулся в Дальнем Востоке, в Украину. И ходил офицером с желто-блокитным значком, там у замполита глаза на луку вылазили. Вот такой наглость. А потом союз развалился. Вот такое. Там за 20 лет никто, ни Влада какая была, ни общественные организации, ни те фонды западные, которые были, никто не показывал реальную жизнь простых европейцев, почему у них так хорошо. Не представлял там системы управления государственной. Может быть, на уровне клубов, между собойщиков каких-то было. Ну, массово это не было. Ну, почему, например, в Луганской и в Донецкой области люди так живут? Они другой жизни не видели. Там 80% вообще никогда не выезжало, запретили в Донецкой. Они просто не знают. Не знают, что есть такая... Там вот живут там в Европе где-то хорошо. А на пальцах их объяснить, какую-то информацию дать. Вот поэтому я понимаю, без этого не сдвинемся мы, не сдвинем это общество. Поэтому надо для себя, наверное, брать какую-то ответственность. Потом появится у нас, грубо говоря, не мешать все в кучу. Там экологическое направление, культурное направление, научное какое-то или экономическое. Я тоже чувствую, что в ближайшие 2-3 года в мире будут произойти какие-то колоссальные преобразования. Потому что идет это все снизу. То, что сейчас творится в Европе, что правительство просто уже складывает лапки и не может с людьми ничего сделать. И люди не могут, они выходят миллионами на улицу, что в Испании вчера произошло. Они не хотят сметать правительство. Правительство не может ничего предложить. Это какая-то замкнутая клуба, как коллапс получается. Может преобразование все равно...